Если вы катаетесь на каяке, используя комплект из сухих штанов и сухой куртки, или, что еще лучше, dry suit, то дополнительный уровень комфорта вы можете получить, если возьмете единый термокостюм, а не комплект из штанов и кофты. Почему? Потому что подвижность в районе талии очень важна в каякинге. Кроме того, если вы используете единый цельный термокостюм, то это исключает возможность задирания кофты или сползания штанов. Таким образом, ваша поясница и спина, и то, что ниже, всегда будет в тепле и сухости. Многие производители делают цельные термокостюмы. Я пробовал достаточно многие из них, но свой выбор остановил на термокостюме, который изготавливается фирмой Splav. Изначально этот изотермик делался для спелеологов, но для каякинга он тоже прекрасно подходит. Данный костюм обладает следующими преимуществами. Во-первых, это мягкий, теплый, тянущийся материал PowerTech Power Stretch. Очень удобно, прекрасно облегает фигуру, не стесняет движения, при этом он очень теплый и очень приятный на ощупь. Во-вторых, у этого костюма есть усиление на локтях и на коленках. Это бывает очень не лишним, например, на длинном неприятном обносе, где приходится заниматься вынужденным скалолазанием. И лишний слой ткани в районе колени здорово делает это более приятным. Отдельно хочется сказать про такую штуку, которая очень порадует тех людей, которые занимаются экспедиционным каякингом и знают, что такое неделю не вылезать из одного термобелья. Это чудесная молния на заднице, которая позволяет справлять естественные нужды без того, чтобы полностью оголяться. Отдельный бонус это то, что данные костюмы выпускаются в таких вот ярких прикольных цветах, их там много, поэтому не надо выглядеть унылым, серым или черным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!